Дмитрий Бугаиченко Придумали, в смысле, минуту назад. Кровавые подробности. Было у нас интересное мероприятие. Сейчас, погоди, давай как-нибудь почувствовал себя журналист. Это прикольное задание. Четыре строчки кода. Оно вызывает эмоциональный шок у тех, кто его видит. Расскажи немножко о себе. Можно считать, что мой карьерный путь начался еще в 99-м году, когда я поступил на МатМех. Собственно, там в течение пяти лет активно изучал математику, программирование и разные сопутствующие дисциплины. Потом проработал достаточно долго в аутсорсинговой компании. Аутсорсинг – это очень интересный опыт, потому что мне удалось поработать на самых разнообразных проектах. Там вплоть от написания драйвера до холодильника, до написания распределенных интерпрайз-систем вместе с их архитектурой и всем остальным. И все это время, помимо основной работы, мне приходилось преподавать в университете, чтобы поддерживать контакт с академическим сообществом, что было достаточно напряжно. Когда в 2011 году меня пригласили сюда заниматься рекомендательными системами, это был очень хороший для меня шанс, которым я воспользовался. И что меня очень радует, потому что здесь удается сочетать именно математическую подготовку университета и практический опыт программирования. И не надо метаться между тем и тем. Но, тем не менее, в университете я продолжаю преподавать. И надеюсь, что мы готовим подрастающее поколение к тому, чтобы оно оказалось не хуже, а желательно еще лучше, чем мы в этой области. А много времени занимает образование? Прилично. Получается, что практически полтора дня в неделю уходит именно на университет. Но оно того стоит, потому что на самом деле у нас в штате уже есть к ним три моих бывших студента. То есть университет работает для нас в том числе как кузница кадров. На работе спокойно относятся к тому, что у тебя полтора дня нет на работе? На работе смирились, но, в принципе, все понимают, какой от этого профит. Поэтому, да, это не встречает противодействия. Расскажи, где машинное обучение применяется в Одноклассниках? У нас очень много точек приложения машинного обучения. Исторически первая система на основе машинного обучения у нас была это рекомендации музыки. Это, собственно, то, с чего началось практически все в 2011 году. А дальше рост был просто взрывной. То есть рекомендациями музыки последовали рекомендации сообществ. Дальше рекомендации друзей, возможно, вы знакомы. Попытки ранжировать контент в ленте человека. И сейчас есть очень много проектов, которые развиваются. И практически в какую часть Одноклассников будет ткнуть. Там везде есть какие-то элементы, связанные либо с машинным обучением, либо с анализом данных. Помоги нашим слушателям разделить эти два понятия. Машинное обучение и анализ данных. В первую очередь анализ данных делается человеком для того, чтобы найти какие-то закономерности, какие-то, скажем так, связи, проверить какие-то гипотезы. Для этого используются разные средства математической статистики и так далее. Машинное обучение – это более продвинутый, так сказать, способ к поиску закономерностей, когда вы используете разные техники, которые, как правило, основаны на идее, что у нас есть какая-то большая сложная модель с большим числом параметров. Мы пытаемся параметры этой модели подбирать так, чтобы она хорошо описывала тот феномен, который нам нужен. И этим занимается, естественно, машина. Есть много разных алгоритмов, бывают разные типы моделей, разные способы перебора параметров, но в целом оно все делается ровно для этого, для того, чтобы из данных получить некоторую закономерность. Например, по данным о каком-то посте в социальном сети оценить вероятность, что конкретный человек к этому посту поставит класс. Это машинное обучение. То есть нельзя разделить одно от другого. Машинное обучение, по сути, это инструмент для анализа данных. Мне кажется, могли бы с тобой развенчать один из мифов об одноклассниках, что в нем очень возрастная аудитория. Может быть, попробуем с помощью анализа данных посмотреть на эту информацию? Без проблем. Это карта, которая в реальном времени отражает логины каждого конкретного пользователя-одноклассников. То есть каждая загорающаяся на карте точка – это человек, который залогинился и что-то делает в одноклассниках. Большие рыжие кружки – это большие города, от которых нам пришло много пользователей. И здесь очень хорошо видно, что одноклассники, они не только живы, они активно вовлечены практически, охватывают практически всю Евразию. Где живут люди, мы видим огоньки наших пользователей. Мы попробуем сейчас проделать простой эксперимент. Мы посчитаем, сколько пользователей за вчера ставили класс в одноклассниках и посмотрим распределение по возрасту, что это были за люди. С чего начинается написание кода? Конечно, оно начинается с импорта. Импорта разной полезной фигни. Эта штука нам понадобится в будущем для подсчета агрегатов. Следующее, что нам нужно делать – это прочитать данные. Кто уже знаком со Spark, узнает основной инструмент, с которым мы работаем. Это паркетные файлы. Данные к нам в систему попадают в основном через продукт пачкавка, про которую я затем расскажу, складываются в паркеты и разбиты на разные блоки. В данном случае нас интересует блок, который описывает активность пользователей за вчера. 11-я, 29-я. И интересует нас не вся активность, а только лайки. В данных по лайкам у нас есть одно поле, в котором хранится демография пользователя. Сейчас мы посмотрим, что там есть. Там есть информация о его дне рождения. Для того, чтобы оценить возраст людей, давайте попробуем перевести это все в годы и посмотрим, как это выглядит. И в формате год. Так, сейчас надо вспомнить, как называется нужная функция. А вот так вот мы ее просто отсюда скопируем. Прежде чем делать какие-то большие вычисления на данных, надо проверить, что же мы видим на выходе. То есть да, это примерно то, что нам нужно. Это годы рождения, там, 10 первых записей, которые мы увидели. Теперь нам нужно попробовать построить из этого некоторый агрегат. Что мы хотим посчитать? Мы хотим посчитать количество уникальных пользователей. Соответственно, нам нужны айдишники пользователей. Нам нужен год, в который они родились. И мы хотим сделать группировку. Группировку по году. И посчитать количество уникальных пользователей. Давайте мы немного подстрахуемся. Могут наверняка быть люди, у которых год рождения не указан. Поэтому мы таких отфильтруем, чтобы они не фонили на графиках. Ну и можно отсортировать по году, чтобы было более наглядно. Да, выглядит похоже на то, что нам нужно. Надо только назвать нашу колонку. У нас есть данные. Хочется что-то с ним сделать. Самое простое, что можно сделать, это вывести их в табличку. И до того, все, что мы видели раньше, когда я писал код, никаких реальных вычислений не происходило. То есть все вычисления делались лениво. И система только строила план. И только сейчас, когда мы попросили показать результаты, она начала пытаться что-то выполнять. Первое, что она делает, это пытается аллоцировать для себя ресурсы на кластере. Потому что, чтобы вы понимали, сейчас до того, чтобы сделать этот расчет, ей нужно будет перелопатить порядка терабайта данных. Ну, то есть это один такой хороший жесткий диск. Пока она это делает, можем подумать еще над таким вопросом. Очень часто задают вопросы по географии одноклассников. То есть то, что мы уже видели в нашей визуализации живой, это одно. Мы можем попробовать посмотреть сейчас не только возраст наших пользователей, а попробовать посмотреть еще и как они распределены географически. Для этого мы воспользуемся небольшим сниппетом и подключим нашу гео-айпи-базу. Гео-айпи-база – это утилиты, которые позволяют по IP-адресу определить примерное местоположение человека. Тут уже наш агрегат практически досчитался, и мы видим нужный нам результат. Попробуем посмотреть на него графически. Мы хотим увидеть по году, сколько пользователей у нас было. И, что удивительно, пик, возрастной пик у нас приходится на 83-й год. Чтобы вы понимали, я 82-го года рождения. То есть люди, основные пользователи одноклассников, пик возраста в одноклассниках, он приходится на вполне себе не старых друзей. Интересно глянуть на этот график не только в контексте возраста, но давайте попробуем добавить еще и информацию о поле. И добавим в нашу выборку еще один атрибут под названием «Gender». И сгруппируем уже не только по году, но и по полу. Что ты мне скажешь? Во второй раз он должен отработать чутка быстрее, потому что часть ресурсов уже аллоцирована. А мы пока подготовимся к следующему нашему вопросу. То есть нас интересует информация о месте. Где же были наши пользователи? То есть из данных нам нужно узнать места. Кстати, готовясь к этому рассказу, я решил глянуть еще одну вещь. Для того, чтобы понимать ситуацию более полно, недостаточно одной картины из одного источника. Как правило, когда вы анализируете данные, полезно бывает состыковать данные разных источников. И если мы говорим о демографии пользователей, то наиболее интересный источник, с которым можно сравниться, это население России. И с сайта Росстата я скачал данные о годах рождения россиян, полученные в 2016 году. И что мы видим? Пик на самом деле здесь приходится очень близко с пиком и в одноклассниках. То есть пик по России находится на 1987 году, мы на 1983. Но на самом деле, что меня больше удивило и поразило даже в этом графике, это две большие ямы. То есть, конечно, яма на начале 40-х годов, то есть это Великая Отечественная война. И мы видим, что война, она на самом деле стоила нам не только жизни тех людей, которые погибли, но и это миллионы неродившихся людей. То есть, это демографическая яма, которая чувствуется до сих пор. А вторая – это яма 90-х годов. То есть, та большая страна, которая распалась в 90-х годах, это тоже потерянные миллионы жизней, потерянные неродившиеся дети. И до сих пор видно, что от кризиса начала 90-х до конца мы не отправились. И что интересно, на самом деле, ровно ту картину мы практически и наблюдали, глядя на данные одноклассников. То есть, после 90-го года рождения идет сильный спад. Ну, естественно, людей 2015-го года рождения в одноклассниках еще быть не может, потому что минимальный возраст регистрации у нас 5 лет, насколько я помню. Так, что у нас посчиталось? Давайте посмотрим. Стой. Сгруппируем по полу, покажем юзеров. И вот мы видим разбивочку по полам. И здесь интересный момент. То есть, видно, что иногда, вот мы видим, что после 90-го года идет вот тот самый резкий спад, который коррелирует с общей картиной по возрасту в России. Но что мы видим, у нас гораздо более активны женщины. То есть, если мы будем смотреть по тому, кто ставит классы, то мы увидим женщин практически в два раза больше, чем мужчин. Это, на самом деле, достаточно характерная картина для социальных сетей, потому что женщины, они более социально активны по сравнению с мужчинами. Еще на что можно обратить внимание, это несколько пиков, которые коррелируют с круглыми годами. И, на самом деле, по этим пикам можно вполне себе оценить влияние ботов или людей, которые намеренно искажают свой возраст. Потому что в таких случаях как раз наиболее вероятно указание круглой даты. Посмотрим второй аспект, что мы хотели. Это география. Давайте проверим, что мы увидели то, что ожидали увидеть. Да, это информация о местонахождении людей, которые ставят лайк на основе их адресов. Давайте попробуем сегрегировать. То есть, нам нужна информация по ID пользователя, чтобы, опять же, посчитать уники. И информация о его географии. И что мы хотим сделать? Мы хотим загруппировать по городу. И посчитать агрегат. Мы хотим количество уникальных юзеров. И мы хотим некоторые координаты для отображения. Попробуем с вами нарисовать красивую картиночку. Красивую картиночку. Вот. Ас. Вот. И... Ас. Ас. Отсортируем все это по количеству юзеров. Естественно, в убывающем порядке. И возьмем только последние топ 200 городов. Это примерно то, что нам нужно. Проверим, что мы нигде не обшиблись. Мы ошиблись. Ордер бай. Так. Теперь все. Можно попробовать запускать агрегацию. А вот мы видим, по сути, топ городов. По количеству уникальных, залайковших что-то, заклассивших что-то пользователей, одноклассников. Естественно, Москва в лидерах. Но тут же видно, что, допустим, юг России гораздо лучше представлен, чем, например, северо-запад в виде Санкт-Петербурга. Это, напомню, топ 200 городов. И видно, что мы представлены и в Америке. Это Нью-Йорк, Бруклин. И даже, что интересно, Торонто из Канады засветилось. Мы видим, что мы очень хорошо представлены в Германии. Это германская диаспора. Очень много пользователей, одноклассников живет в Израиле. Интересный факт. Город Южно-Сахалинск. Вчера 36 тысяч человек из города Южно-Сахалинска жали на класс в одноклассниках. Если мы наберем, например, селение Южно-Сахалинска. И увидим, что на самом деле в Южно-Сахалинске, по данным википедии, ну или гугла, проживает всего 188 тысяч человек. То есть, по сути, 1,5 Южно-Сахалинска вчера зашла и в одноклассниках поставила класс. Вот. Вся Россия. Попробуем приблизить, посмотреть, что у нас происходит в Москве и в ближнем Подмосковье. Соответственно, вот тот самый точка в Москве с большим числом лайков. Отодвинемся. Мы видим Среднеазиатские республики, которые очень хорошо представлены в одноклассниках. Что интересно, Молдавия. Достаточно хорошая картина получается и по Украине. Сразу видно, где правительство пыталось принимать меры к блокировке одноклассников, а где, собственно, нет. И откуда к нам приходят больше всего пользователей. Вот. Таким образом, мы наглядно посмотрели, что одноклассники – это живой, динамичный продукт, которым пользуются самые разные люди. И мужчины, и женщины. Есть среди них и молодежь, и люди более пожилые. И распределены они по всему миру иногда даже там, где вы не ожидаете их встретить. Если смотреть на статистику по тому, как пользуются порталом одноклассники, то основной пик у нас приходится на людей в возрасте 30 лет. Для сравнения, мне 35. Поэтому я себя пока еще к возрастной аудитории не отношу. Но надо понимать, что социальные сети, они строятся вокруг сообществ. Поэтому очень часто бывает так, что если какое-то одно сообщество вошло в одну социальную сеть, оно очень мало знает о другой социальной сети. И может возникнуть такая иллюзия, как, например, у профессионального сообщества журналистов, что в одноклассниках никого нет, что там люди возрастные. На самом деле это не так, потому что есть другие сообщества, других людей. Люди очень разные. И в одноклассниках у нас много разных людей. Да, у нас есть, безусловно, и люди в возрасте 50-60 лет и старше. Есть и школьники, есть молодежь 20-летняя, есть зрелые, сформировавшиеся люди 30-35 лет. И покрытие – это все регионы России, и не только. Это и ближние зарубежья, и Украина, Бероруссия, Средняя Азия. У нас очень хорошо представлены диаспоры. Например, германская диаспора российских иммигрантов, американская диаспора. Они достаточно активно общаются со своими родными, которые остались в России и в других странах бывшего СССР. То есть в этом плане одноклассники как раз очень хорошо способствуют реализации вот этой базовой функции социальной сети. Поддерживать контакты между людьми, которые оказались на расстоянии. Как-то Артем Горбунов, руководитель бюро Горбунова, рассказывал, чем одноклассники так привлекательны для людей. Что у тебя легкий способ найти кого-то, с кем знаком твой друг, для знакомства. То есть представлял себе одноклассников как дейтинг-сервис. Насколько этот способ знакомства с людьми востребован и является частью идеологии одноклассников? Этот способ знакомства и вообще сама потребность в знакомстве с другими людьми, в том числе противоположного пола, это базовая потребность человека. И естественно в любой социальной сети она выражена. Если говорить про одноклассники, оно здесь выражено не больше и не меньше, чем в других местах. И никаких специальных, скажем так, акцентированных именно на дейтинг-сервисов у нас нет. То есть мы строим идеологию развития нашей соцсети вокруг другого, вокруг более общих ценностей, как общения людей. Да, мы хотим, чтобы люди общались. И нам, в общем-то, не так важно. Будут общаться одноклассники, которые разъехались по разным городам. Будут это общаться люди, которые ищут там себе пару. Оба варианта нас вполне устраивают. То есть мы рады, что люди нашли друг друга, общаются. Для нас это всегда позитив. Но каких-то специальных дейтинговых фишек у нас нет. Ты много занимаешься мышлендернингом, и эта тема, наверное, сейчас будоражит многих. Подскажи нашим зрителям, с чего начать, как прийти в эту профессию? Есть два, я бы так сказал, аспекта. То есть, во-первых, нужно получить некоторый бэкграунд. И в этом плане сейчас у нас нет никаких проблем с развитием онлайн-обучения. Есть замечательные курсы на Курсере и на Степике, и в некоторых университетских программах, которые дают очень хорошую вводную о том, как это работает. Но для того, чтобы реально войти в эту область, нужна цель и задача, где вы это можете применить. Потому что просто слушать абстрактный курс, это далеко не так эффективно, чем если вы возьмете действительно какую-то проблему, будь то какая-то задача у вас на работе, какая-то идея для стартапа. И, допустим, в случае со студентами у меня, это идеальный вариант. Это какие-то курсовые, дипломные работы. Но даже в этом случае я всегда стараюсь не спускать задачу сверху, а именно так, чтобы задача шла от самого человека. Чтобы это была его собственная задача, и тогда у него будет куда больше мотивации что-то делать. То есть задача, цель которой идти, онлайн-курсы как способ получить нужные знания. А дальше пробовать применять эти знания, и все получится. Мне кажется, задач сейчас достаточно. На Кегли происходит огромное количество компетишенов, различные челленджи от Сбербанка, от Тинькова, от многих других компаний. Безусловно, но они ориентированы в первую очередь на тех, кто уже плотно засел. И там есть даже такой негативный эффект, на мой взгляд. Потому что очень часто то, что происходит в этих челленджах, это нельзя назвать, на мой взгляд, иногда машинным обучением. Это просто, как это, закидывание шапками практически. То есть те модели, которые тренируются на Кегле, они никак не помогут в реальной жизни для решения практической задачи. Потому что эти методы, которые я там использую, часто, они, ну, грубо говоря, они загоняют в модель слишком много параметров. И эта модель, она специализируется именно под это соревнование на Кегле. Вот только в этом соревновании на Кегле она может дать какой-то результат. Передвиньте ее в мир, и все, как бы, она там не сможет работать, потому что мир немножко отличается от того, что она видела на Кегле. Но есть и некоторые интересные конкурсы. Да, в качестве разминки Кегль хороший вариант. Но все-таки, на мой взгляд, должна быть какая-то своя цель. То есть просто так оно получится не так эффективно. Ну, мне кажется, лучший опыт, если ты правильно заметил, это практика. Как попасть на практику, например, к тебе в команду? О, у нас есть очень много хороших способов. Один из самых таких, наверное, интересных, возможно, для сторонних людей, у нас есть проект под названием OKDataLab. В рамках этого проекта мы предоставляем вычислительные ресурсы, данные и свою экспертизу для людей, которые хотят развивать какие-то свои идеи, как раз связанные с машинным обучением и с анализом данных. Если у вас есть какие-то идеи, какое-то желание что-то проделать для социальной сети, не обязательно для социальной сети. Например, у нас есть исследования, которые пытаются понять интересы школьников. Допустим, что современных школьникам более интересно. Много разных направлений, которые не обязательно должны относиться именно к нам. Это если мы говорим про разнорворные исследователи, исследовательские коллективы. Если вы уже специалист и ищете работу, то у нас всегда есть немало открытых вакансий, связанных с машинным обучением. Поэтому надо просто с нами связаться, прийти на интервью и надеяться, что вам повезет. А есть ли какая-нибудь книга такая, хрестоматия по машинному обучению? Это настолько быстро меняющаяся область, что делать по нему книгу и хрестоматию слишком амбициозно. То есть в первую очередь я бы по-прежнему советовал обратиться к курсам на Курсере. А вообще из классических работ это, конечно, то, что называется «Elements of Statistical Learning». Это вот про самые базовые, там основные методы машинного обучения, идущие из статистики. И там основы будут разобраны очень хорошо. Может быть, есть какая-то еще одна книга? Я попробую. Сережа Николенко выпустил эту книжку по глубокому обучению. Ну, на мой взгляд, глубокое обучение – это не то, с чего следует начинать. Начинать все-таки, если вы уже знаете классическое машинное обучение, классическое, тогда да. Тогда, если вы хотите перейти к глубинному машинному обучению, это хороший вариант. Но если вы еще не знаете классических приемов, начинать сразу с глубокого обучения – это не очень правильно. Потому что глубокое обучение, оно, скажем так, как раз часто отодвигает исследователя от проблемы. Потому что это очень мощный инструмент, и прежде чем его променять, нужно проанализировать по-хорошему проблему руками, более простыми способами. И уже потом, без понимания предметной области, переходить к глубинному обучению. Иначе будет получаться так, что модель-то ваша выучится, а вы-то нет. И когда вы становитесь глубее вашей модели, это, скажем так, мягко говоря, неэффективно. То есть, будучи глупее ее, вы ее не сможете развивать дальше. А это тупик. Поэтому лучше сначала поднаторить в классическом ML. Ну, причем это не значит, что нет нужно потратить годы. То есть, в принципе, это вполне освоимо за разумное время. А есть какие-нибудь мероприятия, которые вы проводите по машин-ленингу или анализу данных? Безусловно. У нас есть целая серия мероприятий под названием «Сыны Хакатон». Мы его проводили два раза. В первый раз он был посвящен анализу текстов и попытке предсказать, сколько наберет классов определенный пост. А второй прошел год назад, и он был очень интересный. Он был посвящен анализу графов. Там произошло много интересных событий. То есть, мы отгрузили на этот Хакатон информацию о дружбах части наших пользователей. И, казалось бы, небольшой кусочек данных размером примерно в один гигабайт. Но когда участники, которые хотели попробовать засобитить какие-то свои прогнозы на наш Хакатон, попытались с ним работать, почти ни у кого это не получалось. Даже на больших машинах с 16 и с 32 гигабайтами памяти оно все валилось, улетало в своп и вообще никак не хотело работать. И, посмотрев на то, что происходит, нам даже пришлось выступать с некоторым спешным разъяснением о том, как надо и как не надо работать с данными. И выяснилось, что очень многие, даже достаточно продвинутые специалисты по машинному обучению, оторвались, так сказать, от корней и начали забывать там базовые основы программирования, забывать, что такое боксинг, забывать, как устроены хэш-таблицы, и какой может быть оверхед по памяти, если вы хэш-таблицу используете. И если вот про все это не думать и делать все в лоб на питоне или даже на джаве или на скале, это на самом деле неважно. Мы делали демку относительно питона, но та же самая грабли есть и в других языках. То там граф, грубо говоря, 40 миллионов связей, который мог бы закодироваться там 200 мегабайт в памяти, у вас резко взрывается в 20 гигабайт. Просто из-за того, что вы забыли про то, как устроены базовые структуры данных. И это на самом деле очень многих впечатлило. И да, даже если вы специалист по машинному обучению, основы программирования забывать нельзя. Дима, а можешь рассказать, как у вас в целом все устроено? Какую-то нарисовать общую схему? Конечно, давайте попробуем. Как и обещал, рассказываю о том, как устроен наш дата-пайплайн в Одноклассниках. Начнем с самого главного, что у нас есть. Это наши пользователи. Пользователи взаимодействуют с целой экосистемой наших продуктов. И условно можно выделить там некоторые два уровня. Это приложения Фронты. Это могут быть мобильные приложения, портал, моб-версия, разные дополнительные приложения. И какая-то бизнес-логика. Собственно, Фронты, они непосредственно часто контактируют с пользователем. И имеют доступ к очень ограниченному числу серверов. Поэтому в бизнес-логике в том числе есть некоторые специальные методы, которые позволяют Фронтам логировать данные. Эти данные попадают в одну нашу единую шину данных под названием Apache Kafka. Apache Kafka – это уже ставшая практически индустриальным стандартом очередь, которая используется для сбора сырых данных. Естественно, эти сырые данные непосредственно в Kafka анализировать сложно. Поэтому регулярно данные перекладываются в Хадуп. В большой и толстый Хадуп. Те, кто немного нефтей, могут сказать, фу, Хадуп, прошлый век, сейчас же Spark и все такое. На самом деле все неправда, все не так. Хадуп – это платформа, на которую можно запускать очень много чего. И именно в таком виде он у нас используется. У нас поверх Хадупа крутится много различных инструментов для аналитики. Я на самом деле часто прибегаю к такой классификации инструментов. То есть вот у нас есть две размерности. То есть первая – это стиль поступления данных. У нас здесь бывает обработка пакетная, когда у вас есть какой-то большой кусок данных, и вы с ним что-то делаете. По сути, мы этим занимались на примере с разборным кодов. Это батч-процессинг. И это стримовая обработка. Это когда вы работаете с данными в реальном времени, которые поступают непосредственно из стримов. В данном случае с нашей Кавки. Если при пакетной обработке у вас там могут быть достаточно серьезные лаги, то есть вы собрали статистику сегодня, а модель там обучите ночью какую-то. В случае со стримингом у вас там задержки измеряются там единицами секунд между моментом поступления данных и моментом их обработки. Кроме того, можно выделить вторую размерность. Это операционная аналитика, которая должна работать сама, без участия человека. Она должна мониториться и так далее. Это то, что обслуживает продакшн. И у нас есть интерактивная аналитика. Интерактивная аналитика – это то, чем занимается в основном человек. И здесь важно совсем другое. То есть если операционные аналитики – это контролирование процесса, мониторинг и так далее, то здесь быстрота реакции. Мы что-то сделали, получили результат. Что-то сделали, получили результат. И в каждой из этих ниш у нас есть своя экосистема продуктов. Например, если мы говорим про пакетную операционную аналитику, то это в основном задачи с использованием классического MapReduce, Teza и немножко Spark. Если мы говорим про интерактивную пакетную аналитику, то это, конечно же, Spark. Это Spark, причем Spark в основном в формате Spark SQL. И это в некоторой степени скрипты, скриптовые языки Peak и Hive. Это то, что делается в интерактиве. Естественно, здесь нет прям такой четкой грани, потому что часто некоторые интерактивные языки качуют и используются и для операционной аналитики тоже. Это если мы говорили про пакеты, когда мы берем большой кусок данных и сделаем с ним чего-то много чего. Если говорить про потоковый анализ, то для операционной аналитики у нас используется продукт под названием Apache Samza. Это интересная разработка на базе платформы LinkedIn, вернее, каких-то внутренних инструментов, которые они из-за опенсорсили. И ее мы внедрили еще в 2014 году. В каком-то смысле были пионерами по внедрению потоковой аналитики. Но если мы говорим про интерактивный анализ стримов, то здесь мы используем Spark Streaming и в том числе интегрируем его с WebMord, которую я показывал на презентации кода. Все это хорошо, но результаты работы аналитики нужно каким-то образом предоставить в прот. Иначе они варятся внутри и не приносят пользы. Как правило, для того, чтобы вернуть результаты машинного обучения в прот, мы используем ту же Kafka. Но у нее есть проблема. Kafka – это очередь. Она позволяет много и быстро записать, много и быстро вычитать, но она не позволяет читать по ключу. Поэтому для того, чтобы вытаскивать данные, которые были записаны в Kafka адресно, по конкретным ключам, у нас разработано специальное предложение под названием Streaming Index. Что она делает? Оно, по сути, вычитывает данные из Kafka и раскладывает их в две базы. У нее есть встроенная Кассандра, и большой встроенный кэш на основе разделяемой памяти. Shared Memory Cache. Соответственно, все практически операции идут в первую очередь с кэшом, и хитрейт у нас здесь очень высокий, порядка 99%. И уже со Streaming Index общаются наши сервисы бизнес-логики, получают данные из него и используют эти данные для того, чтобы как-то менять свою работу. В частности, вычитывают информацию о количестве кликов относительно количества показов поста, выкачивают информацию о, сколько раньше в истории один пользователь ставил класс другому пользователю и так далее. То есть вся-вся-вся информация, которая нужна для того, чтобы лучше подбирать для наших пользователей самый релевантный, самый интересный контент. Вот так это выглядит с высоты птичьего полета. Передачу в этот раз мы снимаем в Питере, и я смотрю, у тебя появились атрибуты настоящего питерца, это чай и зонтик. Да, это непростой чай. На волне импортозамещения я хочу презентовать тому, кто лучше всего справится с заданием, настоящий питерский Иван-чай. То есть это чай, который выращен у нас в Северо-Западе, обработан по древним технологиям 17 века. Это то, что пили люди до Петра, и я хочу сказать, что это то, что стоит попробовать. Ну и также, да, наш фирменный рыжий зонтик, который не только позволяет спрятаться от дождя, но и поднимает настроение в серую питерскую погоду. Это немаловажно. Какое будет задание? Задание будет очень интересное. Я покажу небольшой кусок кода и покажу, что он делает. А потом тот, кто лучше всего объяснит, почему произошло именно то, что произошло, и как этого избежать, получит наши ценные призы. Есть кусочек кода на скале. Что здесь происходит? У нас есть коллекция из каких-то строчек. Мы по каждой строчке считаем ее длину и суммируем. Если проделать эту операцию умственно, результат должен быть бы равен трем. Здесь у нас есть некоторая коллекция пар. Мы по этой коллекции пар пробегаем и разворачиваем ее, после чего считаем размер. Естественно, ожидаемо увидеть здесь также три, потому что у нас было три пары. Следующий пример. У нас есть коллекция пар. Мы из этих коллекций пар берем второй элемент и строим новую коллекцию, после чего берем ее размер. Ожидаем увидеть там три. И более сложный пример. У нас есть коллекция из трех строчек. Мы считаем по каждой из них длину и суммируем. У нас две строчки размера 3 и одна строчка размера 1. Соответственно, естественное ожидание, что этот код должен вернуть нам значение 7. Итак, что мы ожидаем? Первый код суммирует длину строчек и должен был бы дать 3. Второй кусок считает количество пар и должен был бы дать 3. Третий кусочек также считает количество и должен был бы дать 3. А четвертый должен был бы дать 7. Попробуем их запустить. И видим мы, мягко говоря, совсем не то, что мы ожидали. Первый кусок вернул нам единицу, второй двойку, третий тройку и четвертый четверку. Собственно, вопрос к аудитории, почему так произошло? И как сделать так, чтобы этого не происходило? А язык, в котором происходит эта магия, это всеми любимая скала. В завершении хотелось бы, чтобы ты ответил на несколько близ вопросов. Какую операционную систему предпочитаешь? Макос. А идея? Идея. Что бы ты выбрал, стартап или крупная компания? Стартап. Почему? Динамика, новые технологии. Как ты думаешь, что будет новым IT-трендом через 10 лет? Я не уверен, что IT через 10 лет еще будет. Но если все будет развиваться в тренде, я думаю, что это будет нейроинтерфейсы и взаимодействие непосредственно с мозгом человека. На что тебе не хватает денег? Знаете, я так давно усвоил истину, что главное, чтобы желания совпадали с твоими возможностями, что, пожалуй, все, чего я хотел бы от жизни, у меня, наверное, есть. А биткоины у тебя есть? Ой, слава богу, нет. Биткоины у меня очень скептическое отношение. Ну, подумайте. По сути, целый полноценный ядерный реактор работает только на то, чтобы люди майнили биткоины. С учетом всех наших проблем с экологией и с энергетическим кризисом, это явно не то, что нужно человечеству. Это самый убедительный ответ, который я слышал. Что твои друзья чаще всего спрашивают тебя об одноклассниках? То же, что и журналисты. Насколько много людей осталось в одноклассниках? Каким бы супергероем ты хотел быть? Наверное, Тони Старком. Железным человеком? Почему? Технология. Понимаю. Спасибо, Дима. С нами был Дмитрий Буганченко, инженер-аналитик в одноклассниках. Ставьте класс и подписывайтесь на наш канал. С нами был Дмитрий Буганченко. С вами был Дмитрий Буганченко. Продолжение следует...